Шагов, которые в принципе достаточно разумны. Но а что будет, если через полгода, когда пройдет и вы попадете в парламент, вы увидите, что результата никакого нет. И в принципе основание для этого, ну мне уже 61 год, я могу сказать, что я пришел послушать, будут ли эти изменения или нет, и могу сказать, что никаких изменений не будет. Потому что я не вижу в ваших, сказать, принципах, которые вы говорите. Они хорошие, но это все полумеры. У вас нету лидера, такой как Рузвельт. Я вот приведу пример, один из его, как он принимал решение. Когда Япония напала на США в 1939 году, он принял на решение всех японцев, которые имели гражданство Японии, выслать в лагеря, которые были, это было северное, это было то побережье со стороны США. И они все были высланы. Но это Америка, она очень сильное государство. Мы слабое государство. Поэтому, если сейчас кто-то даже начнет такое принимать решение... Кого вы хотите запхать в констапер? Можно как-то выкристаллизовать информацию? Я знаю, что все ваши решения, которые вы озвучили, я вас около часа ни к чему не приведу. Вы поймите, вот эти собственники, которые обворовали эту страну в 90-е годы, если вы помните 90-е годы, основной принцип, когда распределяли собственность Украины, была заключена в том, что каждый гражданин Украины должен получить равную часть собственности. Все эти коломойские, все эти этот самый, фактически стали такими жирными котами, только лишь потому, что они обокрали весь народ. Поэтому, когда вы говорите, что надо там их отстранить от каналов, они говорят о том, что они... Я не хочу говорить очень грубо, как с ними нужно поступать. И пока не появится лидер, который начнет говорить совершенно другое, то, что я недавно прочитал листовку Атамана Иванова за 21-й год, поверьте. Там, я не знаю просто, когда, через какое время, следующие люди поймут, что то, что вы хотите сделать, ни к чему не приведут в этой стране. Что шаги должны быть намного и намного сильнее. Я вот уже тут парень, вот этот военному, которому вы помогали чем-то, у меня в 15-м году приехали от Коломойского люди, заказали 300 касок, привезли достаточно большую сумму денег. Я ему говорю, пойми, я эти каски поставил, но этот каски он заказал для себя, чтобы вы защищали его украденную собственность, для того, чтобы выложили свои жизни. Мне их очень жалко, потому что, когда они воюют в Донецке и Луганске, они ложат свои жизни в первую очередь за этих тварей. Вы посмотрите, кто баллотируется, посмотрите. Я очень прошу, но давайте так вот, я вам говорю, что шаги... Не, чекайте, а теперь я вас выслухаю, теперь я вам скажу. Я не знаю, что вы там были для того, чтобы подтверждать, что они кладут свои головы за этих тварей. Все люди, с которыми я на фронте встречался, воюют за свои семьи, за свою родину, за Украину, и за то, чтобы вы могли сейчас стоять тут в шортах и ставите мне позапитание. Мне не треба, чтобы они же положили. Вам не треба? Потому что УПА воювала за, против коммунистов и против немцев. Что вы зараз мне тут одне до другого лисите? Человече добрий. Ну, вы, по-перше, зараз ображаете армію, потому что армія воюет за народ и за Украину, за суверенитет нашей Украины. А вы говорите, что они воюют за какой-то там олігарх. Срати они хотели на ваших олігархов. Хлопцы за нас стоять. За то, чтобы моя дитина могла ступильно ходить до школы, одна, а другая в саді. Поїдьте туди, им скажите, что они за Коломойську воюють. Я подивлюсь, какая будет риторика этих хлопцей до вас. Перестаньте, вы мне сейчас Рузвельте рассказываете. Давайте не путать піску с пальцем. Есть законодавчий орган влади, есть законодавчая влада, есть президент, дядь до президента, скажите его, хай он будет похожий на Рузвель, и больше, чтобы его люди уже по телеку рассказывают, что он же Рузвель. Через полгода вы побачите, что стакан не только полупустий, а на самом деле полный. Потому что вы песимист, разочарованный, а я верю в лучшее. Вы можете не верить, но не надо меня переконывать о моей творчестве импотенции. Я знаю, почему я иду в тот парламент, и что я могу там сделать. Я знаю людей, я наивный. Нет, человек, я не наивный, потому что я в своем жизни, я в свои 38 лет добился достаточно для того, чтобы чувствовать в себе силы, что-то менять. Нет, вы должны быть правы, что-то не верить в меня. Я же вам не заперечу. И слава Богу, что в этой стране демократии, что мы можем один одному сказать то, что думаем. Я думаю, что вы – разочарованный человек, который не видит перспективы и просвета в этом жизни. А я вижу. И я знаю, что я могу для этого делать. Потому что я думаю, что вы люди и показаны ламики. Продолжение следует...